В прошлый раз мы с вами, что там, в субботу было две лекции подряд, мы доказали теорему об отделимости, ее приложение, связанное со слабым звездой замыканием, ввели понятие аннулятор лево-право, но сейчас настало время, наверное, ввести слабую топологию, наконец-то, да, слабая топология в линейном нормированном пространстве x с нормой. В общем-то, то, что мы знаем про слабую со звездой, может там дверь как прикроете, про слабую со звездой топологию нам позволит очень легко и ввести это хозяйство, и свойства изучить. Вводится следующим образом. Значит, берем, соответственно, отображение f из x в x две звезды, вот это вот у вас каноническая изометрия Банаха, погружаем f, ну, x погружаем в x две звезды, как мы помним, слабая со звездой всюду плотным образом, да, вот fx у нас скрывается в x две звезды, и мы даже доказали, что fx, слабая со звездой замыкания, есть x две звезды, да, tau, ну, или вы со звездой, это давайте слабая со звездой топология в x две звезды. Ну, я не буду тут две звезды писать по контексту, понятно, вот это сопряженное пространство, в нем есть слабая со звездой топология, обозначение для нее одно и то же, значит, по контексту понятно, там, что за множество является предбазой и так далее. Дальше, ну, соответственно, мы можем эту слабую со звездой топологию индуцировать в fx, а это свойство, как говорится, очень интересное, оно еще нам послужит некую службу, вот, а сейчас мы просто индуцируем слабую со звездой топологию из x две звезды в fx, вот и вся процедура, значит, индуцируем тау, w со звездой из x две звезды на fx под множество x две звезды. Ну, фактически, это слабое со звездой и всю доплотное подпространство в x две звезды. Вот, ну, какая будет предбаза в этой топологии? Ясно, какая, значит, ну, как-то можно, давайте обозначим ее, обозначим ее тау, w звезда, там, x, ну, вот так вот как-то, x я напишу, вот, это x означает, что вы вот индуцировали сюда, это значит сужение тау, w звездой из x две звезды на fx. Ну, между fx и x вот это f реализует естественное взаимнооднозначное линейное соответствие изоморфизм, он даже изометрический. Ну, и как раз с помощью этого отображения я могу тогда формально любое множество отсюда, да, то есть я беру любое g из тау, w звезда, x и могу рассмотреть f минус 1g из x, да, то есть фактически рассмотреть образы всех слабо со звездой открытых множеств суженных на f от x, то есть пересеченных с fx фактически, да, под действием, ну, обратного отображения. Вот и все. Предбаза этой топологии является вот такая штука, да, сигма, w звезда, там, x, да, это множество такого вида, ну, как их тут можно назвать, f звезда, там, fx, f ε, да, значит, это множество состоящих из точек вида, поскольку они все в fx, да, то формально fy, вертикальная черта, где y в x, да, и модуль разности fy от f минус fx, минус fx, пардон, от f, меньше ε, да, вот здесь, соответственно, у вас x в x, да, f в x звезда, ε больше нуля. Вот это не что иное, как предбаза, предбаза, тау, w звезда, x большой. Вот, вот из таких множеств. То есть я просто-напросто рассматриваю предбазу обычной топологии тау, w со звездой, только точки, порождающие элементы этой предбазы, должны быть в fx, да, вот такие точки, да, по всем x из x. И, естественно, элементы вот этого множества тоже из fx, вот они образуют fy. Вот, то есть понятно, каким образом теперь действовать на обратном отображении на это дело. Просто f большой везде стереть, и все, больше ничего. Вот. А вот это и вот это, оно же равно f от y, да, и равно f от x, да, то есть модуль разности меньше ε. То есть f большой фактически не участвует в условии. Таким образом получится, что, ну, тут я так напишу, w со звездой, как бы тоже x понавешу, да, что вот это вот, w со звездой состоит не из всех точек второго сопряженного с условием, а из всех точек, вот они, которые в fx большом лежат. Поэтому если мы посмотрим на f минус 1 от w звезда x, значит, fx, f ε, да, вот так вот, то, ну, формально это будет тогда по определению, давайте я напишу, w x f ε, да, w x f ε. И фактически состоит из тех точек y fx, что модуль f от y минус f от x по модулю меньше ε. Вот и все, да. То есть вот я применяю отображение f минус 1 к элементам предбазы топологии tau w со звездой x. Естественно, все эти множества, просто by the definition, да, образуют предбазу некой топологии. Да, если я рассматриваю, ну, прообразы этих множеств под действием f, если угодно, или образы под действием обратного отображения, очевидно, я получу топологию, да, вот все вот эти множества. И вот это, очевидно, будет предбаза этой топологии. Вот. Обозначаем ее буквой tau w и называем слабой. Вот и все. Значит, tau w – это слабая топология в x, значит, это фактически вот такие множества. f минус 1 от g, где g из tau w звезда x. Вот и все. То есть если угодно, tau w – это f минус 1 от tau w звезда x. Дефиниция. И больше ничего тут нет. Сигма w – это предбаза. Там w – это фактически множество вида v, x, f, epsilon. Это прообразы под действием f или образы под действием f минус 1 элементов предбазы, суженные слабо со звездой топологией на каноническую вот эту изо… образ x под действием банаха, изометрии банаха. Значит, x из x, f из x со звездой, epsilon больше нуля. И вот это вот по определению есть такие y из x, которые имеют наблюдение за собой с помощью f, отличающиеся от наблюдения с помощью f из x, меньше, чем на epsilon. Вот, собственно, и все. Это такие самые простые строительные кирпичики вот этой вот топологии tau w. Ну, w – значит, w – слабая топология. Дальше, сразу что понятно. Слабая со звездой топология – это что была за топология фактически? Это слабейшая топология, да, такое воспоминание. Воспоминание. Тау w со звездой в x две звезды – это слабейшая топология, относительно которой отображение, соответственно, f из x звездой в, соответственно, так, подождите, в φ от f, да, комплексное, является, нет, наоборот, фи из x две звезды, да, отображается в φ от f. С является топологически непрерывным, да, топологически непрерывным для любого f из x звезды. Вот, что это означает, да, вот слабая со звездой топология во втором сопряженном. Это самая Тихоновская топология, да, значит, из фактически x звезда в степени c, да, индуцированной на множество линейных непрерывных функционалов над x звездой, то есть элементов x две звезды. Вот самая слабая топология, относительно которой вот это вот отображение непрерывно. Здесь вот эта топология тау w звезда, да, здесь обычная. И вот преобразование функционала в число топологически непрерывным, вот должно быть, самая слабая топология такая. Соответственно, если я сузил, да, то тогда получается тау w звезда x это самая слабая в fx топология, относительно которой отображение, значит, fx из fx превращается в fx от f, равное fx, да, комплексное число топологически непрерывно для любого f из x звезды. Следовательно, если мы дали откат, да, воздействовали обратным отображением, получается тау w это самая слабая топология в x, относительно которой отображение x в f от x топологически непрерывно. Вот что это такое. Такой словесный экзерсис, иногда это в книжках берется в качестве определения, скажем, у Рудина такового определения слабой топологии. Оно первично у него, значит, это самая слабая топология, относительно которой вот те функционалы, которые были сильно непрерывными, остаются непрерывными еще. Следовательно, значит, тау w, а у нас это просто получается как бы вот задним числом, как свойство топологии Тихонова, который вот потом проецируется таким образом на мир исходный, на мир x. Значит, тау w в x это самая слабая в x топология, относительно которой отображение точкой x из x отображается в f от x, вот оно, снимаю f, обратно делаю, получается так, комплексно, является топологически непрерывным для любого f из x со звездой. То есть, получается, любой f из x со звездой, значит, он будет f слабо непрерывен, слабо непрерывен на x. И дальше ослабить эту топологию с сохранением этого свойства нельзя, потому что тау w это самая слабая топология. Вот был запас всех, ну, как говорят уже теперь, сильно непрерывных функционалов, то есть непрерывных относительно нормы, которые в x порождало сильную нормированную топологию. А теперь, значит, мы получили таким вот образом конструктивным самую слабую в x топологию, вот мы ослабляем нормированную топологию, вот, ну, в частности, это означает, что тау w содержится в тау там n, да, это нормированная топология в x, да, так, я давайте обозначил норм топологии, вот, мы ее ослабляем, но сохраняя при этом свойства топологической непрерывности всех уже, значит, имеющихся в нашем распоряжении сильно непрерывных или непрерывных по норме линейных функционалов из x со звездой. Вот, и получаем таким образом вот топологию. Тау w, слабую топологию x, вот, имеющую довольно конструктивную вот эту вот предбазу. Вот, соответственно, любое слабо открытое множество, оно будет что содержать в себе? Ну, вспомним геометрию слабо со звездой открытого множества. Вот здесь примерно то же самое. Получается, если мы возьмем, значит, множество, скажем, какое-то там g и стау w и x отсюда, да, то x, естественно, должен войти, значит, с пересечением вот конечного набора этих элементов. Значит, существует тогда x1 и так далее, xm из x, да, f1 и так далее, fm из x со звездой, ε1 и так далее, εm больше нуля. Сейчас я так абстракт напишу, но мы сейчас произведем старую известную нам зачистку, да. Так что пересечение v, xk, vk, εk содержится в g, а это содержит в себе x по k от 1 до m. Вот, это означает фактически, что fk от x минус fk от xk по модулю меньше, чем εk по k от 1 до m. Вот что это означает. Ну и тут можно сделать, конечно же, зачистку, потому что мы можем, конечно же, разыскать дельта больше нуля, такое, что пересечение v, x, fk от 1 до m, вот эта штука точно содержит в себе x, да, фактически это вот как будто шарик будет с центром x радиуса дельта, но вот с параметрами fk, параметр функционала, который содержится, значит, в пересечении v, xk, fk, εk, uk от 1 до m. Как найти это дельта? Ну, довольно легко, да, надо просто-напросто взять вот у вас вот эти, значит, неравенства, да, и посмотреть в качестве дельта я возьму минимум из εk минус модуль fk от xk минус fk от x, вот так вот, по k от 1 до m. Минимум положительных, конечного набора положительных чисел, да, значит, положительное число, если я беру теперь вот из этого множества любое y, да, то есть получается, что fk от y минус fk от x меньше дельта, при k от 1 до m, вот так вот сделали. Значение функционалов fk в точке y и x отличается меньше, чем на дельта. То насколько отличается fk от y от fk от xk? Легко видеть, что меньше, чем на fk, получается тогда fk от y минус fk от xk, да, я прибавлю и вычту fk от x, да, умный ноль такой добавлю, и тогда это будет меньше дельта плюс модуль fk xk минус fk от x, да, вот, дельта у меня меньше либо равно вот этого значения, да, меньше либо равно, значит, εk, ну, просто меньше либо равно εk по дефиниции дельта, да, я вместо дельта подставлю вот такое число для данного k, естественно, больше либо равное дельта, тут строгое неравенство уже есть, потому что здесь строгое, это верно для любого k от 1 до m. То есть получается, что точка входит в слабо открытое множество, если и только если в него входит вот такой вот агрегат, не вот такой какой-то, где xk и εk все размазаны, но fk и принципиально должны быть в каком-то конечном наборе. Тут неудобство в том, что xk и εk, они какие-то разные числа, можно причесать, да, так же, как в слабо со звездой случае, да, выбрать, вот, если я окрестность x хочу рассмотреть, то вот центр всех этих v вот в этом x будет. Дельта тоже один и тот же, достаточно выбрать, не надо, чтобы они плясали, вот можно уменьшить. Вот, и таким образом вот из таких множеств, из объединения таких множеств состоит g, да, потому что каждая точка x и g входит вместе с ним, объединяя все такие множества по всем точкам sg, да, я получаю g. Значит, в качестве базы слабой топологии вот достаточно выбирать не всевозможные пересечения вот этих множеств, где xk и εk разные, да, а x и дельта могут быть одинаковые. Значит, βw такая стандартная база, вот, это множество видов пересечения v, x, fk, t, ε, ну, вместо дельта я ε напишу, пока от 1 до m, где x из x, f1 и так далее, fm из x с звездой, да, ε больше 0. Это такая стандартная база слабой топологии vx, да. Вот, любое слабо открытое множество, оно является объединением таких вот агрегатов. Всякая точка из слабо открытого множества входит в него вместе вот с таким вот объектом для подходящего набора fk, да, по k от 1 до m и числа ε больше 0. Так, в этом множестве тоже сразу видно, что находится такой размазанный бесконечномерный блин, если x бесконечномерно, по k от 1 до m v, x, fk, ε, здесь находится x плюс пересечение ядер fk, по k от 1 до m. Вот, и вот эта штука, она бесконечномерна, если x бесконечномерна. Если dmx равно бесконечности, то это бесконечномерное подпространство. Потому что пересечение конечного набора ядер, да, оно, как вы помните, отличается от x прямой суммой с конечномерным подходящим подпространством. Это у нас была такая алгебраическая лемма. Вот, и если x бесконечномерно, то вот такое вот бесконечномерное сдвинутое на x подпространство, оно сюда вот втягивается. При конечномерном x, ну, там все топологии совпадают с нормированными, да, это я уже не буду давать доказывать. Для слабого, для слабой со звездой я это доказал, здесь аналогично все. Вот, или можно там сослаться на то, что доказали, доказали в сопряженном пространстве, там, в общем, ну, проще передоказать, наверное, здесь, в качестве упражнения вам оставлю. А в случае бесконечномерного случая вот как раз эта ситуация будет означать, что слабая топология, она строго слабее сильной принципиально, так же, как и слабой со звездой строго слабее нормированной в сопряженном пространстве. Утверждение, если размерность x бесконечна, тогда tau w строго слабее нормированной топологии. Ну, и доказательство, вот как раз единичный шар, или шар любого положительного радиуса. Ну, понятно, что шар он нормированный. Я возьму такие x из x, что норма x меньше 1. Вот это множество, оно как раз лежит в tau n без tau w. Вот единичный шар открытый, он не будет слабо открытым. Почему? Ну, потому что в него не влезет 0, как вот такая вот слабо внутренняя точка. Пересечение v 0 fk ε, пока от 1 до m, оно не содержится. Для любого ε больше 0 и функционалов из x со звездой. Ну, почему? Потому что здесь находится вот этот бесконечномерный блин, у k от 1 до m, оно нетривиально. Вот как раз в силу бесконечномерности x оно бесконечномерное. И по нему вы можете путешествовать. Оно является подпространством. Я беру точку какую-то x0 из пересечения ядер и в катах. И, соответственно, если я возьму t, значит, надо больше, чем 1 на норму x0, то тогда получится, что t x0 не принадлежит u1 от 0. Хотя он лежит благополучно в пересечении ядер и в катах. Вот и всё. То есть удлинение этой точки, оно, значит, никак не способствует вылетанию из вот такого множества, которое заведомо содержится в любой слабой окрестности нуля. Для того, чтобы это множество стало слабо открытым, в частности, надо, чтобы 0 был слабо внутренней точкой, чтобы он вошёл сюда вместе со слабой окрестностью нуля. А, значит, вместе вот с таким агрегатом, который встраивается в любую слабую окрестность нуля, при подходящих в катах и апселл. А сюда встраивается вот такой бесконечномерный агрегат подпространства пересечения этих ядер. И раз оно бесконечномерное, достаточно взять одну нетривиальную точку, чтобы, играя на ней, отсюда не вылетать, умножая её на скаляр, а отсюда мы вылетим с лёгкостью. Вот, и получается, что, значит, тау-дублю-в, она строго слабее нормированной. Сходимость по этой топологии, ну, понятно, что это такое, это фактически. Сходимость Тихоновская для образов f, да, xn-ная сходится по слабой топологии к x равносильно, fxn-ная сходится по тау-дублю-в со звездой x, да, к fx, да. Ну, а это равносильно, естественно, по определению, что у вас воздействие на функционалы сходится в комплексной плоскости вот сюда, да, для любого f из x-а звездой. Но это равно fxn, да, и это тогда равно f от x, да. Вот, собственно, и есть сходимость. Для любого наблюдателя f от xn-ная сходится к f от x, то есть это сходимость наблюдений за последовательностью с помощью линейных непрерывных функционалов. В качестве упражнения докажите, что это векторная топология, можете фактически сослаться на то, что слабой со звездой топология векторная, и поскольку f-1 линейное отображение, да, то у вас, значит, вот эти вот свойства непрерывности линейных операций, они не испортятся. Предел, естественно, единственен по этой топологии, так же, как и слабой со звездой. Ну, формально это вытекает, конечно, из теремы Ханнабанаха, да, если у вас есть два предела, да, то тогда наблюдение за ними одинаковое. И по тереме Ханнабанах фактически получается, что это одна и та же последствия теремы Ханнабанаха, это одна и та же точка. Можно так объяснить. Ну, а можно сослаться на... И, значит, единственность пределов слабой со звездой топологии, да, вы не можете сходиться, значит, ни к чему другому, да, и, значит, поскольку f у вас изометрия, да, то предел у вас... Ну, если f от x равен f от y, да, f большой, то, опять же, ссылка на изометричность f, по большому счету, это ссылка на теремы Ханнабанаха, просто заметенная под ковер. Ведь изометричность f по тереме Ханнабанаха доказывается. Ну, как бы то ни было, отсюда единственность предела, слабого предела следует. Далее. Ну, что тут еще можно интересного сказать из-за того, что мы знаем про слабую со звездой топологию, какие тут аналогии прослеживаются. Единичные сферы, если вы возьмете вы, это такие x из x, что норма x есть 1, то, ну, при условии, что размерность х бесконечна, тогда, конечно, слабое замыкание сферы есть тоже шар, да, замкнутый. Такие x из x, что норма x меньше либо равно 1. Так же, как и в слабом со звездой случае, когда вы для бесконечно мерного х в сопряженном пространстве слабо со звездой образом замыкали единичную сферу из функционалов и получали шар, вот здесь аналогично у вас получится слабое замыкание единичной сферы в x в бесконечно мерной ситуации, конечно, это шар. Ну, то есть вот еще одно проявление неравенства топологии. Это множество сильно замкнуто, но слабо замкнуто оно ни в коем случае не будет. Доказательства похожи на слабый со звездой случай, только тут единственное, там мы пользовались определением нормы, да, функционала, а тут воспользуемся теоремой об отделимости тогда, доказательства. Если я беру любое, значит, y, не принадлежащее единичному шару, то есть норма y больше единицы. Вот, ну, даже не теоремой об отделимости можно здесь что сделать? Воспользоваться скорее следствием теоремы Ханнабанаха. Тогда, да, по Ханнабанаху тут простая ситуация для шара. У вас будет существовать f из х-звездой, да, по норме f есть 1, да, а f от y есть норма y больше 1. Вот у вас, вы можете пронаблюдать f, y с помощью подходящего линейного непрерывного наблюдателя, так, чтобы получилось, кстати, наблюдение его нормы. Вот, и тогда, если мы возьмем v, y, f, ну, а тут там норма y минус 1, да, вот это вот эпсилен, да, большее нуля, и рассмотрю отсюда, значит, x, да, то, что получится. Получится тогда ситуация, что f от x минус f от y по модулю меньше нормы y минус 1, а это больше либо равно у вас чего получается. Значит, f от y равно норме, значит, оно даже вещественное, значит, получится f от y минус модуль f от x. Ну, разность модулей, f от y по модулю равен самому себе. f от y сокращается с нормой, да, это одно и то же, и получается тогда, что f от x у вас больше по модулю единица, да, ну, значит, норма x обязательно больше единицы, потому что если бы она была меньше либо равна единице, у вас функционал же по норме 1, да, вот, ну, можно так написать, что это, а, ну, так, да, можно так написать, меньше либо равно нормы x на норму f, противного даже не надо доказывать ничего, да, а это равно нормы x, вот, и значит, норма x больше 1. Вот, получается, что элемент вот этой вот, любой элемент этой слабой окрестности y, он не пересекается с шаром, да, в y f нормой y минус 1 пересечь с шаром, есть пустышка, ну, и в частности, и со сферой не пересекается, да, то есть, ну, давайте со сферой напишу, со сферой, с 1 пустышка, да, и, значит, y не принадлежит к слабому замыканию сферы. Вот вы снаружи шара живете, да, и имея норму больше 1, вы строите вот такой элементарный агрегат из предбазы слабой топологии, такой кирпичик строительный, да, этой топологии, который не пересекается со сферой, поскольку все элементы этой слабой окрестности y, они по норме превзойдут 1. Вот, а если вы возьмете x теперь из шара, вот, то, значит, если вы взять x из x, ну, из b1 от нуля, да, то есть нормы x не больше 1, то тогда какую бы окрестность x вы не взяли, слабую, да, она впихнет в себя в пересечении v, значит, x fk ε, для подходящего запаса функционалов из x с звездой и ε больше нуля, содержит это в себе x плюс пересечение ядер, да, эта вещь нетривиальная, да, и сев на любой нетривиальный вектор этого пересечения, какой-то тут, не знаю, там, p нулевой не равный нулю, я возьму, вот мы будем от него отталкиваться и посмотрим на функцию f от t равную норму x плюс tp0, t больше либо равно нуля, тогда эта функция непрерывно, по t в нуле она равна норме x, не больше 1, а при положительном t она больше либо равно t норму p0 минус там норму x, ну, заведомо превысит единицу, если там t больше, сколько там, 1 плюс норму x делить на норму p0. Вот. И по теореме Больца на Каши в промежуточных значениях мы разыщем, таким образом, существует какой-то t0 больше либо равный нуля, что φ от t0 равно единице, то есть x плюс t0 по 0 принадлежат s1. Вот. Путешествуя по вектору p0, мы не вылетаем из нашей окрестности x, вот здесь будет благополучно находиться вот эта точка, да, она сидит как в окрестности, так и на единичной сфере, и значит, получается, что x принадлежит слабому замыканию сферы, вот, то есть это слабое замыкание, есть шар. Ну, ситуация напоминает полностью сопряженное пространство, вот, и техника, она, в общем, приблизительно такая же в точности. Но, да, еще, прежде чем приходить к отличиям, метризуемость, конечно, слабой топологии, значит, такое замечание, значит, если у вас размерность x есть бесконечность, то tau w неметризуема, на x принципиально. Да, тут уже проявляется некое отличие, слабая со звездой топология, она могла быть метризована, если у вас в x есть, как говорят, счетный базис Гаммеля, ну, счетные полные системы, фактически, да, линейная оболочка которой есть, значит, как, счетная, нет, просто счетная система, да, линейная оболочка которых есть x не полная, да, не пределы перехода, а в точности. Каждый элемент представляет конечную линейную комбинацию вот из счетной системы векторов. Вот, но здесь никогда она не будет метрической, почему? Потому что сопряженное пространство, оно всегда у вас банахово и бесконечно мерное. x-звездой полное бесконечно мерное. Следовательно, по следствию теоремы Бера и там замкнутости конечномерного пространства, конечномерного пространства в x-звездой не может быть быть, ну, счетного базиса Гаммеля, как говорят, да, счетного базиса Гаммеля. То есть счетная система элементов, линейная оболочка которых, оболочка которых есть x-звездой. Вот, в отличие от x, который может быть таким, даже если он бесконечно мерный, например, там, фенитные числовые последовательности c0-0, там есть счетный базис Гаммеля, оно не может быть нормируемым полным образом ни по какой норме, вот, и сопряженное к нему вполне себе имеет метрическую слабую со звездой топологию. Вот, то в отличие от x, x со звездой, если x бесконечно мерный, оно всегда полное, потому что это lxc, а c полно, полное, полное. Пространство операторов полное, если пространство образов полно, x может быть не полным, но здоровье. Вот, и раз вот это полно, и бесконечно мерно, в силу бесконечно мерности x, то никакого счетного байса Гаммеля быть не может. Его наличие означало бы, что я x со звездой представлю счетным объединением конечномерных подпространств, раздувающихся по вложению, а каждая из них замкнутая, имеет пустую внутренность, и получается, x со звездой первой категории невозможно. Вот, оно не может быть представимым счетным объединением нигде не плотных своих подмножий, в следствии теорема Берра, фактически. Вот, как это сработает? Ну вот, почему предположение о метричности приведет к такой ситуации? Фактически вот, ну так же, как и в слабом со звездой случае, да, если там, ро-дублевая какая-то метрика, метрика в x такая, что тау ро-дублевая есть тау-дублевая, то есть у вас слабая топология становится метрической, то в этом случае опять мы строим локальную базу нуля, да, о по этой метрике одна н-ная от нуля, да, это вот по н натуральным, это не что иное, как локальная база, значит, тау-дублевая будет, да, семейство, счетное семейство окрестностей нуля. Оно лежит в тау-дублевая, да, и значит, здесь находится пересечение v по k от одного до какого-то н-н-ного, да, ноль fk n-ное, ну, εk n-ное, что-нибудь такое, да, вот, где это функционал из x-а звездой, это положительное число. Вот для каждого натурального n я такие функционалы накапливаю, и они вот находятся вот в этой вот окрестности. А здесь, соответственно, хранится тогда пересечение ядер, этих функционалов fk n по k от одного до nm. nm – натуральное число. Вот так. Отлично, что тогда происходит? Взяв абсолютно любой функционал тогда из сопряженного пространства, да, мы говорим, что, естественно, f от нуля есть ноль, да, вот, тау-в непрерывен, да, конечно же, значит, ну там, скажем, для, ну, существует окрестность нуля слабая, да, существует окрестность нуля из тау-в, так что f от x по модулю там меньше единицы, да, для любого x из вот этой вот слабой окрестности нуля. Раз f от нуля-ноль, да, то я беру в качестве там единицы погрешность, да, по отношению f от x минус f от нуля там по модулю меньше 1 ф от нуля-ноль. И вот в какой-то слабой окрестности нуля я вот так вот делаю. В эту слабую окрестность нуля принципиально впихнется тогда элемент вот этой вот локальной базы метрической топологии. Существует n натурально. По предположению метричности, раз топология предполагаем, что она метризуема, значит, такое n существует. А сюда тогда впихнется вот эта вся красота, да, пересечение ядер fk-n по k от 1 до nm. Значит, если я возьму отсюда любую точку, да, которая, значит, обнуляется всеми этими функционалами, то в частности и tx будет лежать здесь для любого t больше нуля. И, значит, воздействие на нее функционала f будет меньше единицы. Получается f от tx по модулю меньше единицы. А это t модуль f от x. Ну, значит, модуль f от x меньше 1 на t стремится к нулю, при t стремится к плюс бесконечности. Таким образом, x попадает в ядро f. Вот наша ситуация в виде алгебраической леммы про функционалы. Если у вас получается, что это пересечение ядер, оно хранится в ядре f, значит, f линейно выражается через fk-n. Вот, собственно, и все. Следовательно, f есть сумма λk-n fk-n по k от 1 до n. Существуют такие λ1n и так далее, λn, комплексные числа. Если ядро функционала содержит в себе пересечение ядер конечного набора функционалов, то этот функционал принципиально через них линейно выражается. Это алгебраический факт. И тем самым мы получили, что вот эта вот система, значит, линейная оболочка fk-n по k от 1 до n-n а n натуральные дает x со звездой. Это lxc полная и бесконечно мерная. Бесконечно мерная. Это невозможно. Эта штука противоречит теореме Бэра. Потому что если я теперь буду брать значит, ну там система счетная, естественно, я беру первые на ее элементы и рассматриваю линейную оболочку этих n элементов. Получается подпространство. С ростом n они растут. Любой элемент из x-звездой попадет в подходящее подпространство. Получается, x-звездой представляет счетное объединение конечномерных раздувающихся по вложению подпространства. То, что не раздуваются, не важно. важно, что они конечномерно замкнуты. И раз они конечномерны, значит, они с пустой внутренностью. Это тощие множество, в виде счетного объединения которых вот это банаховое пространство представить нельзя. Противоречие. Так что слабая топология в бесконечномерном случае, она принципиально неметризуема, никогда неметрическая. Если слабой со звездой еще можно представить ситуацию, когда для убогого x, который обладает счетным байсом гаммери, это, конечно, бывают такие пространства. С0, например, вполне себе. Там слабая со звездой топология в сопряженном мире метрическая. Слабая топология никогда метрическая не будет. Вот, собственно, первое отличие. У меня, кстати, есть в бумажной книжке другое доказательство неметричности, основанное на примере фон Неймана. С какого-то момента мне это доказательство стало нравиться больше, если хотите увидеть другое исполнение. Совсем из других принципов, но получить также, ну, как раз обыгрывается, что замыкание сферы топологической, вот такое, другое доказательство, вот, обыгрывается вот эта ситуация, есть шар. Вот. две возможности есть, значит, точка 0, будучи топологической точкой прикосновения с 1, она либо не является секвенциальной точкой прикосновения, тогда секвенциальное замыкание отличается топологического и уже нет метрики тогда, либо 0 является секвенциальной точкой прикосновения, тогда, значит, если 0 не принадлежит s1 tau w sec, тогда tau w не метрический. Да, второй случай, если 0 принадлежит s1 tau w sec, тогда существует xn на сфере, которая сходится слабо к нулю. То есть по сфере вы бегаете, а слабо к нулю сходитесь. Вполне себе возможная ситуация. И такое даже будет, когда у вас есть метризуемость на шарах. Сейчас мы это сформулируем, конечно же, тоже. И вот в этом случае вы можете построить пример фон Неймана моментально. Вот такой. Множество m. Это множество вида xn плюс, ну тут я пишу 2nxm по nm натуральным. Двойка, чтобы заведомо нуля тут не было, потому что этот вектор по норме уже не меньше двойки, а этот всего лишь один. Вот такое вот множество. Вот. И если вы найдете его секвенциальное замыкание первое, то вы увидите, что это будет m объединить xn. И здесь не будет нуля. Вот. Почему это так? Потому что слабосходящаяся последовательность, она обязательно ограничена. Такое замечание. Если у вас yn слабо сходится к x, значит, x, tau, w, тогда, естественно, у вас fxn сходится, tau, w, звездочка, x, fx. Следовательно, по банаху Штейнгаузу, по точечной исходимости, по сути функционалу. У вас получается, существует какой-то r больше нуля, так что норма fxn не больше r. Естественно, да, у вас сопряженное пространство полное, да, x-звездой, и отрабатывает банах Штейнгауз для вот этих вот операторов, действующих из x-звездой в c. Да, x-звездой полное. Опять здесь эксплуатируется полнота x-звездой. Ну, а это равно только не xn, а yn. Ну, xn просто. xn занято просто у меня. yn, yn, тоже yn. А это равно норме yn. Вот. Всякая слабосходящаяся последовательность, она ограничена. Слабосходящаяся не обязана быть ограничена, если x не полный мир. Тоже мы это помним прекрасно. А слабосходящаяся, она всегда ограничена, поскольку она апеллирует, эта слабая сходимость, к слабой созвездой сходимости во втором сопряженном вот этих вот элементах. А второе сопряженное, оно над банахом, над x-звездой. И поэтому работает банах Штейнгауз. И поэтому слабосходящаяся последовательность, она ограничена всегда. Нет такого дефекта, как в слабом созвездом. Случай в x-звездой, если x не полный. Вот. И как раз играя вот на этом, строя секвенциальное вот это вот слабое замыкание, вы принципиально вот это вот, как бы, ну, если вы берете подпоследствия xnk плюс 2nk xnk, слабосходящаяся к x, да, то у вас не может быть nk убегать на бесконечность, да, тогда она будет неограничена. И у вас норма xnk плюс 2nk xnk, оно не больше какого-то r, и больше либо равно 2nk минус 1, да. То есть получается, что nk ограничена. Ну, значит, имеет стационарную подпоследовательность, сев на которую я, соответственно, либо mk буду иметь на ней ограниченную, и тогда я сойдусь просто к элементу такому же, либо mk неограничена. Сев на бесконечно большой mk, я xnk убегу на 0, и тогда я получу соответствующий xn, где n вот номер стационарной подпоследовательности mk, естественно. А второе секвенциальное замыкание, секвенциальное, оно уже будет состоять из m, объединить xn и объединить с нулем, да. Видите, xn же слабо сходится к нулю, и получится оно не равно первому. Вот эта штука не равно первому слабому секвенциальному замыканию. Вот. Ну, такое двухступенчатое доказательство, но мне кажется, оно более элементарное, чем через базис Гаммеля. Ну, такое какое-то... Ну, Байс Гаммеля мне как-то больше нравится стал в последние, значит, годы. Так что я его культу... Ну, вы как угодно на экзамене можете рассказывать, пожалуйста. Такое в книжке у меня написано, в бумажной старинной. Вот. Такой двухшаговый ход. Да, значит, зная, что слабое замыкание сферы и шар, можно рассмотреть две ситуации. Либо ноль не является секвенциальной точкой прикосновения, и тогда всё, метрики нет даже на шаре. Вот. Без вариантов. Значит, поскольку в метрическом случае у вас секвенциальное и топологическое замыкание должно совпадать. Если же ноль является секвенциальной точкой прикосновения, то непонятно. И, в принципе, на шаре слабая топология может быть метрическая. Сейчас мы это увидим, вспомним. Соответственно, результат для слабой со звездой. Вот. Но наличие элементов последовательности, слабо сходящихся к нулю, вы моментально можете построить пример в духе фон Неймана. Вот такой пример фон Неймана. В задании он у вас представлен в пространстве L2, по-моему, где в роли ХН берётся тригонометрические функции, там синусы, например, которые как раз по теме Меримана обосцилляции в L2-0-1 благополучно слабо сходятся к нулю, сидя на сфере. Ну, один на корень из двух радиусов, можете нормировать. Так что такая штука, она прекрасно себя чувствует. Сейчас, когда мы докажем наличие при некоторых дополнительных условиях метричности слабой топологии на шаре, то, конечно же, любая точка шара будет секвенциальной точкой прикосновения. И вот такой пример, он сразу вам даёт в руки множество, которое, значит, нехорошо устроено с точки зрения секвенциального замыкания. Второе не совпадает с ферму, и, значит, никакой метрики нет. Следовательно, ТАУ-Дублевые не метризуем. И вот, значит, все случаи исчерпаны таким образом. Доказываю. Метризуемость слабой топологии на шаре следует легко из соответствующего результата о метризуемости слабой со звездой топологии на шаре. Да, у нас такая, значит, метризуемость ТАУ-Дублевые на БР от нуля. Это такие х из х, что норма х не больше r. Что мы должны помнить, значит, воспоминания. Да, если х со звездой сепарабельна, тогда ТАУ-Дублевые со звездой, соответственно, то есть, пардон, не х со звездой сепарабельна. Если х сепарабельна, да, сепарабельна, тогда ТАУ-Дублевые со звездой в х со звездой метризуемо на шарах. Вот результат. Следовательно, если мы теперь переведем стрелки и вместо х рассмотрим х звездой, если х звездой сепарабельно, ну как вы помните, сепарабельность х влечет сепарабельность х звездой, обратно и неверно. Нет, наоборот, сепарабельность х со звездой влечет в сепарабельность х, обратно и неверно. Поэтому это отдельные условия. Это у нас вспомогательный факт. А теперь новое требование. Если х со звездой сепарабельно, то из этой импликации, как раз из этой, вытекает, что тау-дублю-в со звездой в х две звезды метрично на шарах. В частности, это означает, что тау-дублю-в со звездой х метризуемо на шарах в fx. И метрика нам известна, как она устроена. Здесь надо было брать счетное вседуплотное множество на сфере и с помощью нее строить метрику сопряженную. Здесь аналогично. Берем последовательность fn из х со звездой по норме есть 1, fn, да, fn, всюду плотно на 1 сфере в х-звездой. И как устроена тогда метрика в сопряженном пространстве? Вот устройство этой метрики. Помните устройство, как оно строено? Это помнят? Факт уже давно нами не использовался. Но сейчас вот надо вспомнить. Каким образом? 2 в минус n умножить на, ну, фактически, φn минус, там, φn по модулю, по n от 1 до бесконечности, φ φ из х-звезды. Это вот метрика во втором сопряженном пространстве от φ до φ. Да, значит, тау, ρ, w, ρ две звезды на шаре, да, вот, соответственно, она совпадает с тау, w со звездой на шаре, да, в х две звезды. Вот. Две звезды я навесил, что, потому что φ и ψ из второго сопряженного. Соответственно, если φ у вас есть fx, а в φ есть fy, да, вот они лежат в fx, x, y, x, да, то я просто могу индуцировать эту метрику на fx, да, и получить топологию метрическую, которая совпадает с сужением слабой со звездой топологии, значит, на шаре, да, вот, слабой со звездой. Да, получается, значит, тогда у меня расстояние от x до y, это будет сумма просто. И это тогда будет fn от x, да, φ от f, будет f от x, да, для любого f из x со звездой. Аналогично ψ. Вот. И тогда здесь будет сумма 2 в минус n, модуль fn от x минус y по n от 1 до бесконечности. Да, x, y из x. В принципе, это метрика в x, да, у вас расстояние от x до y, оно не превосходит нормы x минус y, для любых x, y. Вот. Но метрическая топология на шаре, да, то есть это множество g пересечь с шаром радиус r с центром в нуле, где g и 100 уро. Вот. Оно будет совпадать с топологией слабой на шаре. Да, это, соответственно, g пересечь с br от нуля, где g из tau w. Вот. Вот если у вас множество g слабо открыто, и оно сужается на шар, образует сужение слабой топологии на шаре в x, то тогда, в силу того, что у вас вот это свойство выполняется, да, вы просто про оба разберете f минус 1 от этого и этого, да, и получается, что это вот как раз есть f минус 1 от tau w, ну, от tau rho 2 звезды, от r, да, вот, а это, соответственно, у вас f минус 1 от tau w звезда r. Вот. И поскольку эти топологии совпадают, да, эти, естественно, тоже совпадут, так что доказывать тут, в общем, нечего. Вот, получается, на шаре у вас слабая топология будет метрична при условии сепарабельности сопряженного мира, вот, который влечет сепарабельность x тогда, да, вот, а сепарабельность x означает метризуемость слабой со звездой топологии в x со звездой на шарах, вот. И в частности, поскольку никто не отменял, что слабое замыкание сферы есть шар, да, то в этом случае у вас получается, что слабое замыкание сферы совпадает со слабым со звездой замыканием, поскольку она находится в шаре, да, где слабая топология, значит, у вас... Из шара единичного точки прикосновения слабая не вылетает, да, поэтому достаточно замыкать в пределах шара, вот. И, значит, получается, что если x со звездой сепарабельно, тогда слабое замыкание сферы совпадает со слабым замыканием секвенциальным, да, и это есть шар. То есть, получается, что любая точка из шара обладает последовательностью на сфере, да, которая сходится слабо x, да, но это эквивалентно, значит, сходимости по метрике, вот такой вот странной метрике. Вот, ну, то, что это метрика в x, да, это, в общем, можно убедиться и в лоб, да, это неотрицательное число, удовлетворяющее неразиус треугольника, очевидно. Равенство нулю возможен только, когда x минус y равно нулю навсюду плотном подножстве сферы. Значит, x минус y равно воздействию наблюдателей со всей сферы равно нулю. Ну, и тогда, по следствию Ханнабанаха, x равен y, да, элемент сферы сопряженного пространства, элемент, они разделяют точки пространства x. Ну, вот эта топология Тау-Ро, опять же, на всем x, она с Тау-W никак не сравнима. Вот мы для слабой созвезды ситуации это проверяли, но здесь аналогичное можно рассуждение провести, это я уже, как говорится, значит, не буду проводить это уже в качестве упражнения. Ну, то, что метрики нет для Тау-W, это мы знаем, поэтому Тау-Ро, она здесь какая-то, значит, ну, есть метрическая топология, но она не порождает слабую топологию на всем x. На шаре порождает, прекрасно. Ну, вот теперь следующее отличие слабой топологии от слабой созвезды, уже более существенное. Вот, это так называемая, это именная теорема, теорема Мазур. Ну, польская математическая школа, соратник Банаха. Вот, Мазур у нас еще появится, ну, если доживем в теореме Гельфанда Мазура, как соратник Гельфанда в теореме об Анаховых алгебрах. Вот, ну, это дожить еще надо до этого. И вот эта теорема Мазура, она действительно проявляет такое кардинальное отличие слабой топологии от слабой созвезды. Помните, в слабой созвездой топологии у нас были выпуклые множества, которые были сильно замкнуты, но слабо созвезды не замкнуты. Вот, например, у нас в х две звезды, fx, оно, естественно, сильно замкнуто, как изометрия, изометричное ху, а слабое созвездой замыкание его, оно равно х две звезды. Это вследствие теоремы об отделимости и теоремы Шмульяна, соответственно. Вот, и если у вас нет равенства, нерефлексивная ситуация, нерефлексивная, то тогда получается, что fx, оно сильно замкнуто, а слабо созвездой не замкнуто. Хотя оно является подпространством, подпространством, ну, то есть выпукло. Выпукло. Если миры рефлексивные у вас, то тогда, конечно, в сопряженном пространстве слабые, слабые созвездой топологии, это, в общем, одно и то же. Какая разница в сопряженном пространстве, какие вы функционалы рассматриваете, из х две звезды или из х точки, они все одно и то же в терминах вот этой канонической изометрии. А вот в нерефлексивной ситуации получается, что слабая созвездой топология, она, по-видимому, слабее слабой, потому что в этом мире есть и слабая топология. Он же нормированный мир, так же, как и в сопряженном пространстве, там есть норма. И поэтому там есть своя слабая топология. То есть обратите внимание на экзамене особенно, что в сопряженном, в x есть две топологии, слабая и нормированная, а в сопряженном пространстве в любом уже есть три топологии. Слабая со звездой, Тихоновская, слабая, поскольку это тоже нормальное пространство, и сильная, топологии целых три. И вам надо уметь разбираться между ними и не запутаться. По крайней мере, выстроить их как матрёшка, кто из них там слабее какой. И вот в слабом со звездой случае, в сопряжённом пространстве, возможно, видите, вещи, что подпространство, сильно замкнуто, выпукло оно, как подпространство, но слабое со звездой не замкнуто. Видите, вот это не равно fx в нерефлексивном случае, в нерефлексивной ситуации. А слабое со звездой замкание равно. А теорема Мазур вот о чём говорит. Если x у вас lnp, m из x выпукло и сильно замкнуто, тогда m слабо замкнуто. То есть в слабой топологии не бывает такого, что выпуклое множество сильно замкнуто, а слабо не замкнуто. В слабом со звездой случае вполне себе бывает. Вот fx выпуклое подпространство, в втором сопряжённом пространстве, сильно замкнуто, как изометричный образ x, естественно. Но в нерефлексивном случае это разные объекты fx и x2-звезды. Однако мы умеем доказывать, что слабое со звездой замыкание fx совпадает с x2-звездой. И получается, что для слабой со звездой топологии утверждение Мазуро несправедливо. Она слишком слаба для того, чтобы выпуклое множество сильно замкнутое превратить в слабое со звездой замкнутое. А вот слабая топология не такая слабая. И выпуклое сильно замкнутое множество, они не вылетят из топологии, а дополнения к ним будут слабо открытыми, получается. То есть дополнение к нему, соответственно, и сильно открыто, и слабо открыто одновременно. В отличие от сферы. Сфера не выпукла, и она слабо не замкнута. В силу невыпуклости как раз. А шар уже вполне себе хороший в этом смысле. Ну не только шар, нам не для шара это понадобится. Ну это значит пункт А. А пункт Б, волшебное следствие, если М из Х выпукло, просто выпукло, тогда замыкание по нормированной топологии совпадает с замыканием по слабой топологии. Самого оно не обязано быть сильно замкнутым. Если я его замкну сильно, то это все равно, что замкнут слабо. То есть кардинальное отличие от слабой созвездной ситуации при наличии выпуклости. Выпуклость каким-то образом сильно нам опять помогает для слабой топологии. Вот эта вещь будет иметь совершенно неожиданные последствия, абсолютно потрясающие. То, что сильное и слабое замыкание выпуклого агрегата совпадает. Ну теорема именная, хотя она в принципе несложная совсем по доказательству. Пункт А. Что у нас происходит? Значит, М у вас сильно замкнуто. Но надо доказать, что дополнение Х-М принадлежит Тау-У. Хотим это доказать фактически. Тогда М будет слабо замкнуто. Окей, берем точку из Х-М. И пользуемся теоремой об отделимости. У и М. Два выпуклых, не пересекающихся множества. Множество из одной точки это компакт в Х-Тау-Н, ну в любой топологии. А М замкнуто в Х-Тау-Н, в нормированной топологии. Следовательно, У и М сильно отделимы. По теореме об отделимости. Компакт выпуклый, ну даже в топологическом векторном мире это можно было делать, естественно. Ну вот мы это делаем в нормированном мире, в локально выпуклом топологическом векторном мире. У нас Тау-Н нормированная топология, вот она. Как раз частный случай локально выпуклый, да, и здесь эта теорема об отделимости работает. Значит, существует функционал из Х-звездой. Числа такие, что ре Ф от У меньше либо равно гамма-1, меньше гамма-2, меньше либо равно, соответственно, ре Ф от Х. Для любого Х-звездой. Вот мы имеем зазор. Тогда сконструируем слабую окрестность У, которая не пересекается с М. Рассмотрим В, У, Ф, ну гамма-2 минус гамма-1. Вот у нас зазор есть, в роли эпсил будет величина зазора. Вот это вот слабая окрестность У. Если я возьму отсюда любую точку, ну з, скажем, да, з, произвольная точка, вот, то тогда что это значит? Ф от з минус Ф от У по модулю, значит, меньше, чем гамма-2 минус гамма-1. Так, а мне надо, значит, что сделать? Значит, мне надо, чтобы, наверное, вот так надо это сделать, да? Это больше либо равно тогда ре Ф от з минус ре Ф от У. Вот. Я модуль комплексного числа снизу оценю разностью вещественных частей этого числа. И, следовательно, получается, что ре Ф от з меньше гамма-2 плюс ре Фу минус гамма-1. Но ре Фу минус гамма-1 меньше либо равно нуля. Значит, это все у вас меньше либо равно гамма-2. Вот. Получается ре Ф от з меньше гамма-2, а все х из м дают больше либо равно гамма-2. Следовательно, з не принадлежит м. Вот и все. Любая точка вот этой слабой окрестности у в м не попадает. Значит, она попадает в дополнение. Получается, мы содержимся в х минус м. Ну, следовательно, х минус м из Тау-W. Что и требовалось. Вот и все доказательства пункта А. Теорема об отделимости. Имея два выпуклых замкнутых множества, одно из которых компактно, в локально выпуклом ТВП, вы их всегда можете отделить и этим воспользоваться. В данном случае польза в сооружении вот такой простейшей слабой окрестности у, элемент предбазы, который не пересекается с n. Понятно. Это пункт А. Что же касается пункта Б, то что мы здесь видим? Ну, в общем случае, какое множество более узкое? Сильное или слабое замыкание? Если без всякой выпуклости. Вот если я беру любое множество и желаю его двумя способами замкнуть, сильное и слабо, то кто будет поуже? Сильное, конечно, потому что сильное замыкание – это пересечение всех замкнутых в сильном смысле содержащих наше. Их больше, чем слабо замкнутых, потому что топология слабая содержится в топологии сильной, и поэтому дополнение, естественно, открытых множеств в слабом смысле их поменьше, ну, так, по вложению, да, чем дополнение сильно открытых множеств, которые будут сильно замкнутыми. Значит, всегда m τу n вложено в m τу w. Это всегда. А дальше, значит, если мы, соответственно, рассмотрим множество, так, надо наоборот доказать, да, m τу w, значит, так, как доказать наоборот-то. Значит, если я рассмотрю, воспользоваться надо вот тем пунктом, множество, если оно выпуклое и сильно замкнутое, оно слабо… Нет, надо смотреть всё-таки на другое множество, да, вот на это, да. На это смотреть пока рано. Значит, вот это множество, оно, естественно, выпуклое и сильно замкнутое. Ну, сильное замыкание, естественно, у вас выпуклость не портит, это очевидно, да, вот, так же, как и слабое. Вот, ну, в данном случае сильное очевидно совсем, оно совпадает с секвенциальным замыканием, и легко это получить. Вот. Следовательно, по пункту А оно слабо замкнутое и содержит m. Получается, это множество слабо замкнутое, и, значит, если я буду пересекать все слабо замкнутое множество, содержащие m, в частности, это туда войдёт, пересечение, значит, слабое замыкание содержится в tau n. Вот и всё. Да, чтобы доказать обратное вложение, надо начинать не с этого, а с этого, да, и как раз его уменьшать. Да, это содержит m, но как выпуклое и сильно замкнутое, оно будет слабо замкнутым по теореме Мазуга, вот, ну, по пункту А этой теореме. И, значит, слабое замыкание m, оно отсюда не вырвется, физически не вырвется. Вот. И поскольку это вложение есть всегда, да, то, значит, мы получаем равенство. Сильное и слабое замыкание выпуклых множеств – это совершенно одно и то же. Совсем не то же самое будет для множества слабо со звездой, слабой со звездой топологии выпуклого. Да, там оно может быть сильно, значит, замкнутым по операторной топологии сопряженного пространства, как во втором сопряженном fx, да, вот. А в слабом со звездой смысле совсем не замкнутым и всюду плотным даже в x. Две звезды, это fx, находятся. Следствие, забавное следствие, вот такое получается. Значит, если у вас последовательность xn из x такова, что xn, соответственно, сходится слабо в x, вот, то тогда, безусловно, у вас, значит, соответственно, существует последовательность ym, принадлежащая, ну, как говорят, выпуклой оболочке xn, да, вот. Вот, то есть ym, для любого m, ym есть выпуклая комбинация элементов xn, вот, то есть ym это, там, сумма лямбда к m, x, там, каких-то, я не знаю, там, как обозначить, n, k, m, да, пока от 1 до какого-то, там, n, это неотрицательные числа в сумме лямбда к m мы дают единицу, пока от 1, там, до, да, x, там, n, k, m, ну, вот, какие-то вот элементы. Такое что? ym сходится по норме xn. То есть, кпошась в слабосходящейся последовательности, вы можете выбрать теоретически, конечно, последовательность выпуклых комбинаций элементов в слабосходящейся последовательности, которая сойдется сильной. Вот, ну, совершенно потрясающий эффект, то есть вы как бы из слабой сходимости можете добыть сильную, перейдя к выпуклым комбинациям элементов данной последовательности. Как это следует из пункта b? Очень легко. Надо просто взять в качестве множества m выпуклую оболочку вот этих вот xn, да? Вот, то есть совокупность всевозможных конечных выпуклых комбинаций последовательности xn. Это выпуклое множество. Вот, получается тогда, что слабое замыкание совпадает с сильным замыканием по b. По b. Вот, а здесь находится x, да? Потому что xn находится в m и сходится слабо к x. Следовательно, x лежит в секвенциальном даже замыкании, да? И, значит, в топологическом. Получается, x лежит в сильном замыкании, а оно совпадает с сильным секвенциальным, потому что tau n – это нормированная топология. Значит, метрическая, значит, секвенциальная совпадает с топологическим замыканием. Значит, существует ym из m такая, что ym сходит по норме. Вот и всё. То есть вы можете из любой слабосходящейся последовательности выбрать последовательность её выпуклых комбинаций, которые сойдутся сильно вот к этому пределу. Ну, для выпуклого анализа это трудно переоценить, особенно для задачи минимизации выпуклого сильно непрерывного функционала, но вправе на множестве выпуклого, естественно, там замкнутом ограниченном. Естественно, если вы желаете доказывать просто теорему существования наличия минимума, и мы это, естественно, проделаем, эту всю ситуацию. Так, сколько у нас времени? 15 минут. Ну, стоит подумать, надо ли доказывать. Ну, давайте вот что мы тогда сейчас. Наверное, большую теорему сейчас доказывать не буду, потому что, соответственно, не успею, что толку прерываться. То есть на очереди большая теорема Эберлина-Шмульяна, этическая, но на неё 15 минут явно не хватит, надо же там предтечу какую-то сказать. Поэтому я сейчас поговорю вокруг этой теоремы, но в плане заодно приложений того, что сейчас вот сделано. Вспоминаем слабую созвезду и компактность шара. Значит, итак, такое рассуждение. Пусть х у вас пространство рефлексивное. Рефлексивное пространство. Вот, тогда что получается? Значит, у вас fx совпадает с х2 звезды, и br звезда от нуля, это такие функционалы из х2 звезды, что, ну давайте так, шар во втором сопряжённом, что норма φ не больше r является та у W со звездой компактом. Это теорема Банаха-Алаву. Банаха-Алаву. Вот. В сопряжённом пространстве шар у вас слабо со звездой компакт, в частности, во втором сопряжённом он компакт. А вот это вот у вас в силу рефлексивности. Получается, тогда у вас та у W звезда х, это просто та у W звезда, так как fx равен х2 звезды. Таким образом, вот этот шар, он же целиком погружается сюда. Вот, полностью здесь он находится. br2 звезды от нуля. Если я теперь воздействую обратной канонической изометрией Банаха, то я в точности получаю шар из х. Норма х не больше r. Это f-1 от br2 звезды от нуля. Вот, норма же сохраняется. И полностью вот все точки отсюда переходят, ничего не теряется. В нерефлексивном случае потери происходят, когда вы шар сужаете, сужая вы теряете компактность. Вот, в нерефлексивной ситуации. Здесь, когда у вас есть рефлексивность, по-моему, сужения не происходит. Мы в точности получаем так. Но отображение f из х тау-w в х тау-w в х две звезды, тау-w звезда, оно, естественно, и f-1 по определению. У вас топология переходит в топологию. Это перейдет сюда при обратном, а это переходит сюда при прямом. И таким образом получается, что f и f-1 из х две звезды, тау-w звезда, которая равно fx в х тау-w, все это топологически непрерывное отображение. Про образ открытого открыт, потому что просто образ открытого открыт, при прямом и обратном. Вот и все. Значит, раз это тау-w со звездой компакт, это получается тау-w компакт в х тау-w. Непрерывный образ компакта компакт, а это шар. Значит, если наш мир рефлексивен, то шар радиуса r становится слабым компактом. Теорема Банна-Хала-Оглу свой отблеск пускает на исходное пространство х. Значит, благодаря слабой со звездой компактности поляр окрестности нуля, а в частности шар в сопряженном пространстве таков, то получается при наличии рефлексивности, при наличии в терминах изометрии Баннаха такого определения слабой топологии, у нас этот шар в точности становится слабым компактом. Значит, b r от нуля – это слабый компакт в х, если fx есть х две звезды. Получается, ну, к сожалению, пока только слабый компакт, не секвенциальный. Очень бы хотелось из произвольной ограниченной последовательности х, ограниченной по норме, то есть она пребывает в шаре, выбрать слабосходящуюся подпоследовательность. Но пока осторожно. Помним, что шар в сопряженном пространстве, он совершенно не обязан быть секвенциальным слабым со звездой компактом, ни в коем случае. Так что непонятно. Однако если у вас х, значит, если х сепарабельно, тогда, как мы помним, х две звезды есть fx, тоже сепарабельно, значит, х со звездой сепарабельно. Теорема о том, что теорема, что если у лнп такое, что у со звездой сепарабельно, тогда у сепарабельно. Здесь в роли у выступает вот это пространство, х две звезды. Оно, как изометричный образ сепарабельного, будет уж сепарабельным. И тогда х звезды сепарабельно. И тогда тау-дубль-в метризуемо на шаре. В этом случае это будет метрический компакт, если х сепарабельно. То есть сепарабельность х для рефлексивной ситуации влечет сепарабельность сопряженного. И значит, на шаре слабая топология метрическая. И тогда получается, что в рефлексивном сепарабельном, рефлексивная сепарабельная, получается b, r от нуля, ну там стау-дубль-в, там от r, да, вот суженная. Это, по сути дела, компактное метрическое пространство. То есть если долить сепарабельности, то тогда вы бесплатно получаете метрическое компактное пространство со слабой топологией в виде шара, следовательно, b, r от нуля становится слабым. Это слабым, это слабый секвенциальный компакт. Вот это простые соображения, которые ведут к слабому секвенциальному компакту. Для этого нужна сепарабельность и рефлексивность пространства. Ну, в общем, все пространства рефлексивные, которые у вас есть в курсе, они сепарабельны, да, lp 1 меньше p меньше плюс бесконечности, lp от e 1 меньше p меньше плюс бесконечности, где e измеримо на rm, все это рефлексивные, сепарабельные. И, в принципе, для них больше ничего не надо. Вот в этих мирах из любой ограниченной последовательности, то есть для любой последовательности xn, из x такой, что норма xn там не больше r, существует последовательность слабо сходящаяся к эксу из шара. Бальсана и Эрштрасс возвращаются в слабом смысле для рефлексивного сепарабельного мира, которым являются вот типовые рефлексивные пространства из нашего курса, вот такие. У вас вообще нет ни одного рефлексивного несепарабельного. Да, такое еще надо придумать. Ну, например, можно придумать несепарабельное Гильбертово пространство, которое рефлексивно всегда, как Гильбертово, еще на очереди теорему у нас, но вот несепарабельное можно добиться. Такой пример есть у меня, например, в книжке, можете посмотреть. А так вот эти вот типовые объекты, они хорошие, да, и в них вот теорема Бальсана и Эрштрасса в слабом смысле вполне себе возвращается. Ну, в качестве такого мощного утешения на несепарабельный случай существует специальная теорема, о которой речь в следующий раз, теорема Эдберлин-Шмульян, в любом нормированном пространстве, в любом, всякий слабый компакт будет секвенциальным компактом. То есть волшебным образом эта метрика, которая вот для сепарабельного икса в рефлексивном случае, она появляется на шаре для слабой топологии, она как-то вот спрятана, если у вас есть слабый компакт, значит, ну, есть вообще последовательность какая-то, значит, ограниченной опасности, вы можете какую-то вот эту метрику раздобыть, связанную со слабой сходимостью. Вот, то есть это не безнадежная ситуация, и вот Эдберлин и Эдберлин-Шмульян, они придумали, как это сделать, и они умеют доказывать у любого слабого компакта в любом нормированном мире секвенциальную слабую компактность. Поэтому, в частности, в рефлексивном любом пространстве шар, как слабый компакт, будет секвенциальным компактом. Сепарабельность не нужна. Ну, просто отдаём себе отчёт, что все конструктивные пространства, которые у нас есть, они сепарабельны бесплатно. Так что для них Эдберлин-Шмульян это стрельба из пушек по воробьям. Вот, а всякие несепарабельные агрегаты, которые у нас есть, он нерефлексивен, и там, соответственно, уже никакой слабой компактности шар-то и нет. Вот и всё. Так что отсутствие рефлексивности, это сразу плохо. Наличие рефлексивности хорошо, и даже сепарабельность не сильно нужна. Просто если она есть, то она очень просто помогает. Практически бесплатно превращая шар в слабый метрический компакт, и, значит, слабый секвенциальный компакт. Вот и всё. Так, ну какие ещё последствия, значит, следствия этого дела? Если Х рефлексивно, а М, скажем, из Х выпукло и замкнуто, тогда, наверное, для любого Х из Х без М существует У из М такой, что расстояние от Х до М равно норма Х минус У. Ну, как говорят, У является проекцией. У – это проекция, метрическая проекция. Метрическая проекция Х на М. Она может быть не единственной, потому что сфера в Х не обязана быть строго выпуклой. Вот, пожалуйста. Но вопрос существования, он не праздный. Помните, в нерефлексивном мире ядро линейного непрерывного функционала, не достигающего нормы, то есть замкнутое подпространство, оно не является таковым. Ни одна точка снаружи ядра не имеет ближайшей точки. Это задача из задания у вас. То есть если мир нерефлексивен, то берите любой функционал, не достигающий нормы, в роли М берите его ядро, берите точку вне ядра, и такого У вы не найдете физически. А вот в рефлексивном мире на выпуклое замкнутое множество вы можете проектироваться. Быть может, неоднозначно, конечно, но спроектироваться вы можете. Как это доказать? Так, а здесь нам, наверное… А, ну тут как раз я вынужден пользоваться как раз тем, что у вас, ну, значит, пользуемся… Ну, пока сначала давайте докажем доказательства для ситуации x сепарабельное, когда b, r от нуля известный слабый секвенциальный компакт. Да, когда мы докажем тюрьму Берлина-Шмульяна, мы сепарабельность снимем. Ну, вот мне надо сейчас будет пользоваться принципиально вот этой вот секвенциальной компактностью, а не топологической. Что такое расстояние, да? Расстояние от x до m – это инфимум норм x-z по z из n. И поэтому, естественно, существует последовательность zn из m, так что это предел норм zn-x при n стремится к бесконечности. zn – это у вас минимизирующая последовательность, да? Она всегда есть. Вы можете для любого n, да, предъявить zn такой, что норма zn-x, оно меньше либо равно расстояние от x до m, там, плюс 1n, ну и больше либо равно, естественно, расстояние от x до m. Да, и поэтому вот это дело в эти времена двух милиционерах, ну, обязанно стремиться к расстоянию. Дальше, а что делает zn? Получается, zn, она не превосходит норму zn-x плюс норму x. Это сходящееся, а это число. Поэтому это ограниченная последовательность. Значит, существует r такая, что норма zn не больше r. Всякое минимизирующее, посредственно, конечно, ограничено. Но если шар просто вот, шар в нормированном бесконечно мерном мире, то ничего хорошего мы из этого не высосем. Если же пространство рефлексивно, ну вот в силу сепарабельности мы бесплатно имеем, что br от нуля – это слабый секвенциальный компакт в рефлексивном x. Ну, если x сепарабельно, нам это известно. Нам это известно. Для произвольного рефлексивного еще неизвестно, но это тоже так. Просто это вот в двух словах не скажешь, поэтому я откладываю на следующий раз. Значит, zn лежа здесь, мы выделяем zn-к, то есть слабо сходящуюся к y. При k стремится к бесконечности. Ну и дальше обыгрываем эту ситуацию. Вот наличие слабого предела – это уже кое-что. Мы не просто бегаем, как сумасшедшие по шару, естественно, не фундаментально по норме, но вот в слабом смысле наблюдения за zn-к с помощью любого линейного непрерывного наблюдателя, они вот сходятся. Окей. Значит, что мы делаем тогда? Смотрим на норму x-y. А, и да, и где лежит y? Так как m выпукло и сильно… Как я тут написал? Выпукло и замкнуто. Ну, сильно замкнуто, естественно. Ну и значит, слабо замкнуто. Так как m выпукло и сильно замкнуто, следовательно, m слабо замкнуто по мазуру. И, следовательно, слабо секвенциально замкнуто. И поэтому y, конечно, не вылетит из m. Вот роль выпуклости. И все, имея это дело, мы можем насладиться теперь выкладкой. Смотрим на норму x-y. Мы говорим, что существует f из x со звездой по следствию Ханнабаннаха такой, что норма f есть один, и это будет f от x-y. Я по модулю могу взять для простоты, чтобы уже комплексный. По модулю могу взять. Вот я x-y могу пронаблюдать с помощью наблюдателя с единичной сферы, так что процесс наблюдения даст мне по модульной точности нормы. Дальше, пользуясь определением слабой сходимости, это будет f от x-z НКТ. Вот так вот. Дальше. Ну и практически все. Это больше либо равно расстояние от x до m по утверждению о том, что y в m, а это меньше либо равно нормы x-z НКТ. А нормы x-z НКТ это подпоследовательность, минимизирующая, которая сходится к расстоянию. Сходится к расстоянию от x до m. Ну, прекрасно. Значит, получается по двум милиционерам опять расстояние. А ну получается фактически вот этот факт, что расстояние от x до m реализуется на точке y. Это фактически произвольный, значит, слабый частичный предел, минимизирующий последовательность. Главное, чтобы он был этот слабый частичный предел. Вот он есть в сепарабельном случае в силу как раз метризуемости слабой топологии на шаре и слабой компактности шара для рефлексивного пространства. В общем случае рефлексивность сохраняется, сепарабельность не обязательно, но будет вытекать из теоремы Берлейна-Шмульяна. О том, что всякий слабый компакт, он обязательно будет секвенциальным компактом. И тогда из любой точки на любое выпуклое сильно замкнутое множество вы имеете ближайший элемент, вы имеете проекцию. В нерефлексивном случае это не так. Контрпример. Ядро любого линейного непрерывного функционала, не достигающего нормы. Задача из задания. Из любой точки вне ядра вы ближайшего элемента иметь не будете. Продолжение следует...